Чтобы разметку нанести ровно, сперва нужно пристреляться. Этот процесс называется точкованием. Бригадир Дмитрий отмеряет ровные участки по центру дороги и ставит отметки. После его работы здесь пройдет машина, которая и наносит саму разметку. Специалисты говорят, точкование – этап самый сложный, ведь по сути делается он на глаз. Ровность линии дорожной разметки зависит от опыта и мастерства точковщика. В помощь ему лишь один инструмент – курвиметр, электронная рулетка. Супер-прибора нет, просто кулиметр и все. Как бы прибор помогает координироваться на дороге уже и смотришь, сам располагаешь уже, как лучше сделать. Не знаю, каждому свое. Мне нравится ходить, размечать. В теплых странах Европы иногда разметку рисуют красками. Она там держится, если нет частых дождей и при постоянной температуре дорожного полотна в 15 градусов, рассказывают специалисты. У нас же для нанесения разметки нужны технологии особые. Используется термопластик. Сперва его в виде порошка засыпают в сосуд и нагревают до 250 градусов. А дальше эту смесь заливают в термолазерную установку. Разметка зебры у нас наносится двумя способами. Это наносится краской термопластичного материала. Краской наносится при помощи специализированного покрасочного устройства лазер-лайна. Вручную, через планшет, через трафарет. Чтобы разметка ночью светилась, свежий термопластик обсыпают стекло шариками. От них отражается свет автомобильных фар. А сохнет разметка минут за 5-7. Ее долговечность зависит от многих факторов. Погодных условий, состояния дорожного полотна и трафика. На некоторых дорогах разметка держится до года, рассказывают рабочие. Кстати, смена у дорожников начинается ночью, чтобы не мешать автолюбителям. Так что эта работа еще и опасная. Трудиться приходится даже там, где не всегда горят фонари. А ночью водители авто и погонять любят, и под шофе за руль сесть могут. Ну, молодцы ребята делают, стараются. Приятнее становится ездить. Меньше нарушают, когда видят, уже разметка сделана. И если соблюдать все правила, гораздо меньше аварий будет. Более безопасное движение. А хорошо видно разметку? Хорошо. К этому дню рабочие уже нанесли около 140 километров разметки. Это двойные сплошные и прерывистые разделительные линии. Вновь обрели зебры. 280 пешеходных переходов. Это примерно половина от общего числа в городе. Впрочем, работа на этом не закончится. Лето и осень у нас обычно дождливые, поэтому разметку обновлять дорожники будут каждые три месяца. Никита Королев и Константин Миронов, 6 канал.